всем привет в этом видео мы разберем как должна быть нанесена маркировка на жестяной канистре банки из японии подписчики очень часто присылают мне на почту письма с фотографиями своих канистр с такими вопросами что у меня на одной канистре жирный шрифт снизу на другой канистре там тонкий шрифт на третьей канистре по диагонали на 4 вертикально на 5 отраженный шрифт и так далее я купил в магазине помогите разобраться поделка или нет давайте пошагово разберемся в этой проблеме поехали напомню что всю металлическую тару для оем производитель toyota honda nissan так далее делать японии одна большая структура она называется нагао сайкан у нагао сайкан есть два завода один находится в чибе 2 вакаяме если вы перевернете любую японскую банку и посмотрите на дно то увидите надпись либо nsw что означает нагао сайкан вакаяма либо nsc что означает нагао сайкан чибе эти заводы многофрофильные они делают не только 4 литровую тару конечно немного чего делают металлическую тару для пищевой промышленности там и для строительной смеси так далее вот на каждом заводе есть по многу линии которые производят тару давайте сейчас объясню вам как это происходит физически как наносится собственно говоря маркировка на тару на каждом заводе есть по несколько линий которые производят тару соответственно перед упаковкой на каждой зрении стоит большой принтер маркер промышленный он наносит дату производства и код завода-заготовителя эти принтер маркеры большие промышленные они все разные опциональные устройства которые ставят с конца линии некоторые выходят из строя заменяются на новые и так далее. С этим связано то, что на разных упаковках по разуму нанесены даты производства и код завода-заготовителя. На некоторых есть жирный шрифт, на некоторых тонкий шрифт, на некоторых шрифт, который нанесен по диагонали, потому что так настроен маркер-принтер. На некоторых шрифт, который находится ниже надпись, на некоторых выше еле читаем, потому что так же плохо настроен маркер или плохо уже работает. Соответственно, все это оборудование настраивается по-разному. Поэтому огромнейшая просьба к вам. Не присылайте мне по этому вопросу письма с фотографиями. У меня уже полная почта этих писем. Очень прошу еще раз. Вот вы сейчас запомните это. В любом случае маркировка должна быть неизменной. Это либо NSW, либо NSC. И формат ее, который завод производит, это всегда одинаковый. Здесь есть четыре цифры, которые означают дату производства. Первая цифра 9, это год 19. Вторая цифра 3, это месяц. И 2 февраля, март соответственно. И 28 это число. Буква G, внимание не обращайте, всегда одинаково. По всему остальному, как она нанесена, под углом, по диагонали, кверху назад, задом наперед, кверх ногами, неважно абсолютно. Это не важно. Но. Чуть не забыли про литровую тару. Литровую тару в Японии производит корпорация Сейто Сейкан. Это такой, ну, относительно Нагао небольшой завод. Он делает давно тару. В частности, эту консерву японскую. Кстати, я уже снимал по этому поводу видео. Если кому-то еще интересно, давайте напомню, что канистру вот эту консерву Toyota начала делать потому, что это было дешевле. Просто вот этим объясняется. Это было дешевле и более логистически рационально. Ее складировать удобнее, чем канистру с крышкой. Собирающей. Поэтому этим объясняется то, что такая консерва неудобна для пользователей сделана. Вот. Про маркировку еще литровой канистры. На литровой канистре очень часто встречается отсутствие маркировки производства тара. То есть, есть производство из даты розлива, вернее, но нет производства тара. Это абсолютно нормальное явление. Почему? Объясню. По законам, по доказательству Японии, обязательно маркировка даты производства розлива продукта. Это обязательное условие, которое должны выполнять все производители без исключения. Это касается даты производства продукта. Но дата производства тары, это добровольная маркировка. Она допустима на картонной упаковке, в которой упакована тара при транспортировке. Поэтому дата производства тары на литровую канистре иногда отсутствует. Это тоже связано с тем, что, ну, просто они, грубо говоря, разные линии используют. Потому что завод, кстати, тоже здоровый. Не такой большой, как на гаун, тем не менее. Вот и часто отсутствует просто маркировка, которая указана на нижней части. Поддельных канистров литровых я на своей памяти не встречал ни разу. И думаю, что их нет. Потому что это, ну, достаточно дорогостоящий производство, нецелесообразный. И еще, учитывая то, что поддельную тару японскую в Россию все-таки везут пустую. Здесь уже разливают. Поэтому такой формат, он, как бы, ну, не очень востребован подельщиками. И думаю, что не будет востребован никогда. Еще, что касается некоторых продуктов Honda, Nissan и так далее. На них маркировка наносится только даты розлива продукта. Она нанесена, в данном случае, на Nissan, на нижней части канистры. На верхней части канистры нет ничего. Но может случаться ситуация, у меня сейчас под рукой просто нет баночки. На Toyota, например, часто бывает, что дата производства блондирования ставится на верхней части канистры. В данном случае, на Nissan, мы видим только дату производства блондирования розлива продукта. И все. Даты производства тару ведь нет вообще. Ну вот, с маркировкой на нижней части мы разобрались. Надеюсь, я дал вам исчерпывающую информацию. Что касается даты производства, даты розлива продукта, она указывается на верхней части. Маркируется продукт, как правило, уже на стадии розлива. Соответственно, в Японии сейчас есть две структуры, которые производят ОИИ продукты. Это Edemitsu и это GX Tujina Oil. У них есть по нескольку заводов своих. Та же самая ситуация, что мы разобрали с канистрой, с производством тар. На каждом заводе, например, тоже завод EMG, это бывший эксамуэблский завод. Эксамуэбл, EMG, это Эсамуэбл Джейнер, расшифровывается. На нем есть десяток линий, которые производят, соответственно, продукты. Вот там производят, в частности, и Castle, например, масло, и Toyota 5W-30 и так далее. На этом заводе, соответственно, есть низкая линия, и на каждой линии та же самая ситуация, что и с старой, есть несколько разных принтеров-маркеров. Они настроены абсолютно по-разному. Поэтому, как нанесена дата розлива, так же абсолютно не важно. Жирным шрифтом, тонким шрифтом, слева направо, сбоку наперед, сверху вниз, по диагонали. Абсолютно не важно. Я уже объяснял, почему. К этому не придирайтесь. Еще раз напомню, что в обязательном порядке дата производства тары, которая указана на нижней части упаковки, должна быть ранее, чем дата розлива продукта. Как правило, диапазон того, когда сделаны канистры и разлит продукт в эту канистру составляет до 7 дней примерно, плюс-минус. Есть случаи, когда этот диапазон увеличен до месяца, когда, например, за товаркой есть пустые тары на заводе, и какие-то проблемы, например, на блендере, не вовремя привезли тару и так далее. То есть, в таком случае, да, до месяца допустимо, но это очень редко встречается. Как правило, давайте просто для примера возьмем продукт, который мы видим, ну, Касселу. Давайте, вот, Тойот, возьмем, ВС, например. Мы переворачиваем тару и смотрим дату производства. Это у нас 2020 год, 0 это 20, 7 месяц, вернее, это июль, и 31 число. То есть, 31 июля 2020 года. Когда продукт был у нас розлив непосредственно. Он был розлив в 2020 году. Вот это цифры, первые 0 к 1 убираем, получаем 2020 год. H это у нас август, 5 числа. Соответственно, 5 августа 2020 года продукт был разлит в тару непосредственно. А дата производства тары еще раз, 31 июля. Соответственно, с момента производства тары до момента розлива продукта у нас прошло 5 дней, да? 5 дней прошло, что в пределах нормы. Про крышки тоже я видео снимал отдельно. Давайте, сейчас знаете, что сделаю? Я вот эти все видео, которые про расшифровку даты, про то, как расшифровывать, когда произведен продукт, про крышки и так далее. Я сейчас все скомпулирую, сделаю ссылочки на них, размещу в описании к этому видео. Если у кого-то есть интерес, зайдите, посмотрите. Вот, я прошу подписчиков тоже на меня не обижаться за то, что я не всегда вовремя отвечаю на письма. Но поймите, что если мне приходит в день по 10-8 писем с подобными вопросами о том, как отличить правильную и неправильную маркировку, поверьте мне, что у меня есть несколько важных дел, которые нужно сделать в течение всего дня, а не отвечать каждому очень подробно. Поэтому, извините, но я буду скидывать в ответ вот это видео для вас. Надеюсь, оно исчерпывающе рассказывает об этом вопросе. Все, всем спасибо. С вами был Антон Воронков. Вы на канале MyGT.ru. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.